привет всем всем моим друзьям для тех кто не знает куда он попал вы на развлекательном канале наталья соболев израиль сегодня я расскажу о сервировке стола кто это придумал и когда покажу как красиво свернуть салфеточку для украшения стола вы увидите новый фокус с мухой еще впереди уникальный способ показа урока мастер-класса как надо на каждый день засервировать стол последнее время в нашу жизнь стала входить культура здорового питания и стала возрождаться классическая сервировка стола ведь быстрое принятие пищи плохо сказывается на здоровье человека дома мы без лишних хлопот принимаем пищу сервируем столы только по праздникам иногда все же стоит побаловать себя своих близких любимых друзей приятным совместным застольем за красиво сервированным столом история сервировки стола уходит глубоко в древность во все времена люди любили шумные застолья шумные застолья в египте сервировка была проста уделялось внимание богатству самих приборов фараоны и свита заказывали и изготовляли изделия из серебра и золото украшенные драгоценными камнями в древней греции стол был самым важным богатым предметом в доме но ложки не использовались пищу брали руками как и египтяне греки на ужин пили вино они полулежа устраивались вокруг стола римляне тоже устраивались вокруг стола полулежа на специальном ложе для еды руками брали еду у них была посуда для мытья рук римляне пользовались не только тарелками но и бокалами из стекла и только в 800 году карл великий после падения римской империи объединил большую часть западной европы и центральный возродил традиции древних греков и римлян вот сервировка и стала приобретать современные очертания на столах появились скатерти салфетки правда а скатерть в это время можно было вытирать руки в европе появились ножи ложки и вилки во франции вилка имела пять супцов конечно декор имел важное значение для посуды использовался хрусталь и фарфор были столовые приборы из серебра появились правила с сервировки и этикета которые дошли до наших дней всего есть три вида сервировки стола первая русская сервировка блюда раскладываются на кухне и подаются в тарелках каждому гостю французская сервировка блюда выставляются на стол и гости сами выбирают что хотят английская сервировка это когда официант обходит по очереди гостей накладывает блюда в тарелки разливает вино шампанское и другие напитки сейчас вы смотрите как быстро и легко можно сделать красивую салфетку на стол французская сервировка блюда у меня уже кости низ ванной нежданной гость не забывай что ты в гостях открой свои все чакры открой все свои каналы для дружбы французская сервировка блюда французская сервировка блюда не забудьте поставить лайк этому видео французская сервировка блюда вот такая брошечка у меня получилась французская integrated французская сервировка блюда Эту суббировку вы запомните и не будете никогда подать, куда ложить ложку, а куда ложить вилку. Так как я буду показывать на себе, и это должны запомнить все. Вы никогда не будете подать, куда ложить ложку и куда ложить вилку. Ножиком мы кладем лезвие ножа в тарелку. Так как я показываю необычный способ, вы все запомните. Вилочку мы кладем зубчиками вверх с другой стороны. Ложечка кладется в тарелку и нож. Вот это правильная всеверовка стола. С правой стороны кладется нож, а с левой – нож. Могу встать и показать поближе. Нож, лезвием, тарелки. Начинаем сервировать стол. Обязательно с ножа начинаем. Это правильная всеверовка стола. Всем привет! Кто кушает приятного аппетита, оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы досмотрели это видео до конца, напишите, какой предмет я положила неправильно. Оставайтесь на моем канале. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok